В городах в городе находились склады для хранения столь и вина. Здесь же действовали и цельные поведения, в которых не встречались в странах Чижиха-Свыжиха. Здание, которое мы сейчас слева видим, было построено в конце 19-го столица для терапийской промышленной выставки. В наши дни воздания находятся в музее обороны Ленинграда. От старого слюнового кружка через фонтан впереди переброшен Фонселин Монастерин. Один из самых известных мостов в фонтанке, обостроенный в начале 20-го столетия. За этим мостом с правой стороны из фонтанки для начала река Смойка. И впереди между фонтанкой и мойкой видим фасады Михайловского замка, царской резиденции императора Павла. А перед этим огромным замком находится самая маленькая скультура, маленькая птичка Чижик-Свыжих. Готовьтесь глазами за мостом с правой стороны искать Чижика. Продолжение следует... 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 Выполнена не пылью по моделям скульптора Петра Клосса в 19-м столетии. И попыта, что к моменту открытия моста, где восточные группы стали дипломатическими подарками для прусского и неаполитанского королей. Поэтому в наши дни таких же коней Клосса можно видеть в Неаполе и в Петербурге. Приближаясь к мосту, обратите внимание на эту аграду. В виде рисунки мы видим морских русалок, морских конев и ключевых птицов. А проходя по птичкам с мостом, мы с вами в Ольга-Петербурге рассекаем главный проспект Петербурга, Невский и Петербург. Петербурга, Невский и Петербург, Невский и Петербург. Петербург, Невский и Петербург, Невский и Петербург. В советские годы в бывшем императорском зороцемном открытом доме сионерам и школьникам в нашем дворе с большим сезонами. Петербург, Невский и Петербург, Невский и Петербург. Субтитры делал DimaTorzok